Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть при жизни нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы. Петр Первый Здравствуйте, это «Правда» на общественном телевидении России. Меня зовут Елена Иванова, а вот о чем поговорим сегодня. Еще Петр Первый, открывший окно в Европу, отправлял учиться талантливую молодежь за границу. Затем выпускники европейских вузов создавали целые отрасли промышленности, развивали военное дело и культуру у себя на родине. В 2013 году указом президента России принята программа по обучению российских студентов за границей «Глобальное образование». Согласно этому документу, все расходы на обучение берет на себя государство, а выпускники должны вернуться и развивать науку в стране. Уже сейчас в страну вернулись 300 студентов, еще 400 заканчивают обучение. Ведутся переговоры о продолжении программы «Глобальное образование 2.0». Сразу уточню, что «Глобальное образование» – это программа для тех, у кого уже есть степень бакалавра и кто хочет продолжить обучение за рубежом. Главное условие после окончания учебы – минимум три года проработать в России. Ну что, Алексей, можно ли говорить об успехе программы «Глобальное образование»? Все ли выполнено, все ли цели реализованы и достигнуты? «Добрый день. Вы знаете, если говорить о показателях и задачах, которые были поставлены, то они выполнены. Говорить о результате с точки зрения эффекта, который эти ребята, которые закончили обучение за рубежом, внесут в экономику, пока, конечно, еще рано, потому что первые выпускники только начали возвращаться и находить работу в России. А какие задачи были поставлены? Задачи были поставлены, чтобы значительное количество людей, которые смогут сами поступить на программы за рубежом, заметьте, не быть направлены по специальному какому-то мандату, либо по договору, а именно поступить на конкурентные условия. Да, это тоже одно из главных условий, чтобы иметь возможность сам обучаться. Чтобы они, отучившись, вернулись бы и получив те знания и компетенции, которых они не могут получить здесь, а есть такие, поверьте, знания и компетенции, которых мы еще не достаточно сильны, чтобы, вернувшись, они могли бы достаточно успешно трудоустроиться и внести вклад, иметь эффект, как мы говорим, сделать разницу в тех отраслях, в которых они работают. То есть можно сказать, что все, кто принимал участие в программе, успешно трудоустроены на данный момент? Это процесс. На настоящий момент трудоустроено несколько сотен выпускников уже, но поскольку программы длятся от одного до четырех лет или пяти лет по программам ординатуры, то многие еще продолжают обучение, еще не вернулись. Но из тех, кто вернулся, ребята достаточно успешно трудоустраиваются. Спасибо, Ален. Ну вы как участник программы, который через все это прошел. Расскажите нам, пожалуйста, про настроение участников. Вот это ограничение в три года. Нет ли риска, что, ну скажем так, простите за жаргон, перекантовавшись здесь эти три года, люди потом все равно уедут? Знаете, три года – это достаточно большой срок, и когда ты входишь в проект, в интересный проект, ты его уже не бросишь. Ну а зачем тогда вообще нужно такое ограничение? Вот это, оно же для чего-то было сделано, да? Наверное, оно для того, чтобы показать экономический эффект от программы, его же надо как-то рассчитывать, да, и чтобы студенты наставили, что уже за три года они должны дать достаточный экономический эффект для страны. Спасибо, да. Вячеслав, ну как вы считаете, вот основные направления, по которым реализуется эта программа – это медицина, инженерные специальности, образование, наука и управление в социальной сфере. Это значит, что именно в этих отраслях наше образование не может обеспечить вот того уровня подготовки, который хотелось бы? Вообще-то это удивительно, что мы вынуждены кого-то вообще отправлять за рубеж. Почему? Потому что по-прежнему, несмотря на откровенный погром науки и промышленности, у нас сохраняется еще достаточно интеллектуальной мощи в нашей стране для того, чтобы обучать самим. И всегда на родной почве это получается лучше. Кстати говоря, Петр, отправляя людей на обучение за рубеж, потом настаивал на том, чтобы образование продолжалось, вернее, создавали систему обучения внутри страны, имеется в виду навигацкая школа, сухаревая башня и так далее. Но в чем заключается главная проблема? Они сами выбирают себе специальность. Если они сами себе выбирают специальность, то это, как правило, экономисты, юристы и так далее и тому подобное. Нам нужны прежде всего инженерные кадры. Прежде всего. Для того, чтобы произвести необходимую трансформацию нашей экономики. Я так понимаю, что эта программа в первую очередь и направлена. И вторая проблема, самая главная проблема, это трудоустройство. Почему? Потому что наша промышленность, особенно обрабатывающая, поскольку она находится в состоянии деградации откровенной, кроме оборонно-промышленного комплекса, ей просто не нужны высококвалифицированные специалисты. Они не востребованы. Поэтому здесь драма заключается в том, что люди приезжают с современными технологическими зданиями, а им некуда их применить. Потому что за исключением, еще раз подчеркиваю, ВПК, так сказать, или ОПК, как модно говорить сейчас, применять эти знания практически негде. Основная проблема это трудоустройство, да? Трудоустройство прежде всего. Да. Ларис, а вы согласны с тем, что такой выбор отраслей, на которые ориентирована эта программа, обусловлен тем, что у нас не могут подготовить такие кадры? Или действительно это совершенно несвязанные понятия? То есть, может быть, это нормальная практика? И в других зарубежных странах тоже есть вот такие вот гранты, такие программы, несмотря на то, что у них тоже есть достаточно сильная система образования. Мне сложно дать экспертное мнение по поводу состояния образования и этой отрасли. Все-таки я социолог. Я больше про сознание, про душу, про мозги людей. Поэтому я только здесь соглашусь, что основная проблема возвращения в том, что люди встраиваются в другую организационную культуру. Культуру коммуникации. И просто сложно будет. Они приедут встретиться с отделом кадров, с преподавателями и с сотрудниками старой формации, с людьми, которые завидуют им. И у них просто пойдут, конечно, какие-то конфликты. Потому что, ах, ты там три года был, теперь вернулся, и ты наверняка уедешь. Поэтому основная, конечно, я думаю, здесь проблема психологической, социальной адаптации. Не только трудоустройство. Трудоустроить можно. А вот адаптировать человека после жизни там, конечно, достаточно сложно. Ален, вы сталкивались с такими проблемами адаптации? Да, я хотела бы сказать, что сначала адаптация происходит там. Потому что ты приезжаешь, я до этого не была в Британии, вот так вот подолгу, да? И все совершенно новое. Абсолютно бытовые вещи, они все делаются совершенно по-новому. И ты, безусловно, должен адаптироваться к преподавателям, к своим сокурсникам. И, вы знаете, вот сама программа там, вот это вот обучение за рубежом, она дает такой прирост компетенции по адаптации, что после этого ты приезжаешь, и ты, естественно, в своих уж родных пенапах ты абсолютно точно здорово адаптируешься. И вот этот вот навык кросс-культурной коммуникации точно позволяет вот перейти эти конфликты. Можно по-русски то же самое. Да-да-да. Межкультурной коммуникации. Да, адаптация происходит замечательно. И навыки беседы и, ну, скажем так, найти общий язык ты сможешь уже практически с любым. Вот, а уж в родной стране тем более. Спасибо, Ольга. Скажите, а вот вы как считаете, вообще есть необходимость вот в таких вот грантах, программах именно обучения за рубежом? Или вот как действительно Вячеслав сказал, может, действительно стоит родное образование развивать, и вообще это все не нужно? Я целиком и полностью разделяю позицию Вячеслава. Вернусь к позиции Петра Первого. Да, действительно, темной, недоученной, скорузлой России, вот тогда, много лет тому назад, необходимо было прорубать окно в Европу. А куда мы сейчас ломимся? Какое окно или какой дверь, или какой двиной проем мы открываем в Европу? Наши студенты, наши люди в Европе больше, чем в России, между прочим. И бывают, и учатся, и остаются, и так далее. Поэтому я не понимаю смысла таких гигантских трат. Лучше вложить эти деньги в наше отечественное образование. Но есть же очевидный запрос на высококвалифицированных кадрах именно в наукоемких отраслях, которые сейчас делают акцент на их развитие в стране. Вы абсолютно правы. То есть, вы знаете, каждый несет свою долю правоты. Но у нас у всех есть вот одна самая главная проблема. Это наша Родина, это наша страна. И вот птенцов, ну называйте, как угодно, студентов, аспирантов, отправляют туда, не зная вернуться. Все-таки вопрос состоит, вернуться ли. Ведь есть беспокойство по поводу того, что... Нет, вернуться точно три года это условие. Там, вы знаете, драконовские условия. На самом деле, если ты нарушаешь договор, то ты потом двойной этот грант должен государству вернуть. Даже тройной. Даже тройной. Так что там варианта не вернуться-то нет. По поводу штрафных мероприятий в нашей стране находятся всегда самые неожиданные решения. Что вы имеете в виду? На поступки тех людей, которые, допустим, находились у власти, и потом почему-то они задолжали стране то три, то четыре, то пять миллиардов. Ну это не сути. Закон «Что дышло» это называется. Понимаете? Хотя есть, конечно, вдохновляющие примеры. Допустим, в том же самом Китае. Да, они отправляют своих студентов. Да, они платят гигантские деньги на образование, чтобы их студенты обучались в Европе, в других странах Азии. Ну, прежде всего, это Америка и Европа. Там подписываются контракты. И китайцам, я имею в виду китайским студентам, китайской молодежи, имеет смысл вернуться в страну, которая распухает от желания учиться, работать и развивать свою индустрию, все остальные наукоемкие отрасли, как нигде и как никогда. Мы видим такую вот перспективу сейчас в России? Мы да. Хороший вопрос. Вы видите? Да. Да. Алексей, ну а вы как считаете, вот найдутся в России вот столько рабочих мест для всех тех людей, которые получат вот эти гранты и получат такое образование, высококвалифицированное за рубежом? Знаете, я исхожу из того, что образование — это открытая система. И в этой открытой системе должно быть нормальное культурное научное кровообращение. Я 10 лет был директором Академического института, и по системе безвалютного научного обмена ежегодно к нам в институт приезжали специалисты из разных стран. Мы отправляли своих. Эффект великолепный. А какой институт, если не секрет? Институт истории, языка и литературы. Гуманитарный институт. Но ровно то же самое можно сказать о естественно-научных институтах. Почему? Потому что компетенции, они не могут распределяться ровно. Где-то их больше, где-то их меньше. Вот там, где их больше, там, где эта концентрация наблюдается, туда и нужно направлять тех людей, кто нам нужен будет в будущем. Ну и кроме того, как историк, хочу вспомнить, а с чего началась классическая российская история? Приехал молодой историк из Вестфалии, 25 лет, Герхард Фридрих Миллер. Затем наш Ломоносов приехал. И из столкновения двух позиций, норманистов и антинорманистов, и родилась классическая российская историография. Когда есть разные точки зрения, разные школы, разные компетенции и подходы к материалу, вот тогда и есть развитие. Не только науки и образования, но и общества в целом. Кстати, Алексей, от гуманитарных наук почему нет в списке? Есть псевдогуманитарные науки, есть управление в социальной сфере. Это, в общем-то, схожее с гуманитарным управлением. Схожее для псевдогуманитарных наук. Вы знаете, выбор был сделан, на самом деле, именно потому, что об этом уже говорилось. Действительно, там, где мы слабее, например, инженерные кадры, там, на самом деле, конкурс был самый большой. Он не был самый большой, у нас не было... Мы специально не сделали ни экономистов, ни юристов, чтобы, соответственно, эти люди могли получать образование здесь. И их достаточно много. И по-разному, но есть хорошие места, где можно получить хорошее юридическое и экономическое образование. А вот, например, если мы говорим об управлении в здравоохранении, что является сейчас очень востребованной специальностью, мы там вообще нигде. То есть у нас нет базовых каких-то вещей, которые в западных университетах достаточно хорошо преподаются, и эти кадры нам нужны очень сильно. Потому что мы должны эту сферу развивать. Мы должны туда, конечно, там, десятки людей, или даже сотни специалистов, которые придут, не дадут немедленного эффекта. Но они могут дать эффект отложенный с тем, чтобы, найдя себе достойную работу в этой сфере, постепенно начинать распространять эти практики на те учреждения, в которых они работают. И таких направлений несколько. И поэтому здесь мы не можем говорить, что мы поддерживаем гуманитариев, или мы каким-то образом пытаемся ослабить качество российского образования, или не хотим его развивать. Это все делать нужно. Я говорю лишь о том, что есть определенные отрасли, где мы можем получить достаточную выгоду и эффект от того, чтобы использовать иностранные компетенции, уже разработанные и уже хорошо работающие там. Скажите, но вот у выпускников, у них же действительно нет никакого опыта, когда они приезжают, возвращаются. Ни у кого из выпускников нет опыта. Гарантия? Ну, гарантия трудоустройства есть? Вы знаете, трудоустройство – это очень важная тема. Мы начинаем работать по трудоустройству еще с момента приема человека в программу. Потому что даже срок магистратуры – один год, или даже два года магистратуры, четыре года программы, PHD, А как можно работать по этому трудоустройству, если человек за границу уезжает? Вы знаете, был сформирован достаточно большой пул партнерских организаций, которые изъявили желание уже изначально априори взять этих выпускников. Достаточно длинный список. Это и предприятия ОПК, это и высокотехнологичные компании, это и стартапы. Самые разные по размеру. То есть бизнес есть среди этих предприятий? Более того, мы изначально шли от вероятности успешного трудоустройства и вводили в пул партнеров программы те организации, компании, корпорации, российские, которые в них заинтересованы. Спасибо, да, Ольга, но я вижу, вы хотите возразить сразу. Не возразить, а внести какую-то ясность или договориться об определениях. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем темы, собственно, последствий того, что произошло энное количество лет тому назад. Мы снесли голову нашему российскому, советскому образованию, беспрецедентному по всему миру, образцам которого следует во многих странах, которые являются нашими, ну, не скажем, не близкими соседями, та же самая Финляндия или Швеция. Понимаете, из-за обломков сарая небоскреб не построишь, как говорил Александр Зиновьев. Мы сейчас работаем с вами на осколках, на остатках всего того, что нам досталось в результате того, что Советский Союз был разрушен. И вот сейчас по крупицам мы ищем истину там, где-то под какими-то фонарями мы ищем истину там, где мы ее уже потеряли, мы уже проиграли, понимаете. И сейчас это все носит палеотивный характер. Я с огромным сожалению говорю об этом. Я хотела бы, знаете, с триумфом рассказывать о том, каких успехов достигает наша советская, простите, российская наука. Но есть один положительный фактор, с которым я поделюсь удовольствием. Михаил Ковальчук, с которым я работаю, ну, просто по разным проектам. Он говорит, что сейчас у него увеличилось количество его, ну, не бывших сотрудников, ну, коллег по профессии, которые возвращаются из Калифорнии, возвращаются из Флориды, возвращаются из Соединенных Штатов, они хотят работать дома, они хотят работать в Москве, они хотят работать в Курчатнике, который сейчас, на сегодняшний день, не только благодаря заботам Владимира Владимировича, сказал Ковальчук опять же на конференции, то есть на встрече с ним, они видят, что вот в этом именно Курчатнике создана идеальная, оазисная атмосфера для работы. А вот это действительно очень интересная тема, у нас есть такая очень трогательная цитата, давайте ее посмотрим, которая подтверждает ваши слова, Ольга, и продолжим. Я точно знаю, что очень многие из этих людей хотели бы вернуться в Россию. Жизнь на Западе – специальная жизнь, каждый как бы ограничен своей коробочкой. Есть такая шутка – нас там всех обоксили. Это специфическое ощущение неминуемо возникает в очень налаженных системах. Вот если бы здесь, в России, крылья выросли, прибежали бы многие, но постепенно, на три месяца, на полгода, понять, попытаться, поверить. Да, Лариса, ну, как можете рекоментировать? Я хотела, что это слово вернуться, не вернуться. И если вернуться, не уедут ли обратно. Социологические данные показывают, что уровень миграционных настроений, эмиграционных настроений сейчас в России не слишком высок. Где-то 20% населения говорят, ну, я хотел бы жить за границей. Реально, конечно, собирают чемоданы, наверное, три, уедут, там, один. Среди молодежи, особенно студентов... Потому что не хотят или потому что не могут? А, и так, и так. Потому что одно дело мечтать, другое дело собрать чемоданы. Это же тоже, как бы, важная установка решения. Это как выйти замуж или там, жениться, да? Поэтому очень важный момент. Вот вышел замуж, развелся. Это очень важная драма. Поэтому здесь очень тонкие цифры. Среди молодежи процент выше. То есть там 30, а 35 среди московских студентов хотели бы уехать. Но, опять-таки, уедут не все. Важный момент, то, что все-таки сейчас контекст поменялся. И если в 90-е годы основное желание было «Американ бой, я уеду с тобой», уехать из страны, в ситуации кризиса всегда обостряется установка «валить из раши», то сейчас все-таки, несмотря на очень многие процессы, люди не так готовы разрывать связи, потому что остаются родители, остаются определенные там сложности внешнеполитические. То есть уехать сейчас это очень важный шаг, ты боишься разорвать связи. Поэтому основная проблема для молодежи, они говорят получить хорошее образование, но чаще всего говорят о безработице и трудоустройстве. Поэтому, если программа или вообще вся инфраструктура предоставляет им трудоустройство, это то, что им сейчас надо. Им нужно не столько уехать, сколько потом достойную работу трудоустроиться и не быть безработным, и быть адекватным, зарабатывать, добиться успеха. Плюс, очень последнее скажу, важный момент, вот у нового поколения, у них даже карьерный рост не приоритет, для них важна самореализация и определенное спокойствие, благополучие, в том числе психическое, ментальное благополучие, физическое благополучие. Это для молодежи, имеется в виду, да? Да, поэтому они нельзя сказать, что вот прямо они хотят все уехать и не вернуться, то есть достаточно мы в спокойной фазе находимся. Вот, вот, фу. Спасибо. Если позволите. Да, пожалуйста. Я соглашусь с Ольгой о том, что по целому ряду позиций ситуация тревожная, но в то же время такой термин, как палеотивная может быть слишком сильной. Вот буквально несколько часов назад мы с коллегами вернулись из Монголии, где увидели то, как пространство, то, что мы раньше называли бывшее советское пространство, пространство русского языка вновь поднимается. Огромный интерес к русскому языку. 36 проректоров по международной деятельности приехало в Монголию представить образовательные технологии своих вузов. Аудитория ну просто их разрывала. Я думаю, что те несколько сот квот, которые получает Монголия и другие страны по линии Россотрудничества, это хорошее начало большого пути, потому что мы еще можем предложить нашим друзьям, тем, кто находились или находятся в пространстве русского языка, интересные модели развития. Но хочу сказать, огромная конкурентная среда. Там и китайцы, там и корейцы, там и американцы. Это же нормально. И хорошо, что мы находимся в этой конкурентной среде и выигрываем по целому ряду показателей. Правильно. Спасибо, Алексей. Да, Вячеслав, вы давно хотели добавить. Вот китайский опыт. Китайцы в свое время отправляли десятки, сотни тысяч студентов на обучение в ту же самую Америку. Хорошо, что они возвращались. Но какова была стартовая позиция китайцев? Почему они вынуждены были отправлять их за рубеж? Потому что уровень технологий, науки, образования в то время у них был очень низкий. Поэтому они были вынуждены заимствовать. Именно поэтому они пошли на массовое обучение за рубежом. Какая была стартовая позиция у нас? Советское образование, советская наука была практически лучшей в мире. То есть не было никакой необходимости идти в интеллектуальное рабство за рубеж, называть вещи своими именами. Сейчас мы вот даже коллега здесь разговаривает так сказать уже эти вся иностранная терминология уже это я бывший профессиональный переводчик я тоже филолог так сказать вам это не нравится? Мне не нравится я уважаю инженеров на самом деле заимствование мне категорически не нравится кстати говоря русский язык страдает больше всего от этого дела мы уже говорим не по-русски а смесь французского с нижегородским лучше смешивать но зато развивать науку чем не смешивать и не развивать у нас была прекрасная стартовая позиция советское образование и наука еще раз подчеркиваю были великолепны задача в том чтобы просто это восстановить и во многих областях мы по-прежнему сохраняем лидирующие позиции например вот то же самое гиперзвуковое оружие что это означает? это прежде всего достижение науки и технологии это не просто оружие решены сложнейшие задачи плазменные кромки вот этого самого крыла управление вот этой штукой которая летит в плазменном облаке или систему радиоэлектронной это вы берете ВПК опять тот единственный сектор в котором высокие технологии у нас развиваются подождите минутку в том мире в той же Америке именно системы ВПК были двигателем развития науки и технологий двигателем но все остальное это тоже нужно развивать потому что у них сейчас в ВПК нет конкуренции с Советским Союзом теперь с Россией поэтому у них зачаткли очень многие программы именно поэтому они проигрывают гиперзвуковое оружие и в системах РЭМ они от нас будут отталкиваться и пойдут вперед но еще раз одну небольшую вещь добавлю что такое 300-400 человек которые отправляются на обучение по этой глобальной образовании капля в море надо повысить обвысить зарплаты нашим нужно больше отправлять получается и тогда все будет совершенно по-другому не понял да пожалуйста вы знаете мне кажется что первое я хотел бы откомментировать то о чем говорила Ольга мы этой программой на самом деле не решаем никоим образом естественно проблему спасения возрождения развития российской науки она про другое это магистранты это молодые специалисты в лучшем случае начинающие только свою карьеру а про что она Алексей она про профессионалов в определенных областях ученые это ученые ученые занимаются наукой эти люди наукой по большей части не занимаются если только это не программы PHD по молекулярной биологии или что-то с этим связанное это специалисты которых нам не хватает люди которые работают и головой и руками но это конечно не поможет никоим образом и не может помочь возрождению того что было второе что мне хотелось сказать мы продолжаем все таки в дискуссиях о науке и о многом другом жить в прошлом вот эта дискуссия может быть Лариса прокомментирует это с точки зрения социолога она держит нас очень сильно в прошлом и эта риторика совершенно не воспринимается молодым поколением они не хотят жить в прошлом они хотят и смотреть в будущее они хотят строить карьеру они хотят развиваться смотря какое прошлое если бесплатное образование здравоохранения дешевое жилье это неплохое прошлое это отличное прошлое но нужно же вперед двигаться и опять же не только бы пока развивать кстати по оплатному образованию и о бесплатном образовании безусловно бесплатное образование нужно сохранять и оно играет свою роль и очень важную социальную функцию но нужно и мы это уже наблюдаем что платное образование становится престижным мы себе представить не могли когда-то в 90-е даже в начале 2000-х что можно оплачивать образование, и тебя могут отчислить. Алексей, а почему тогда цены на платное образование у нас так сильно выросли за последние несколько лет? Фактически мы сами себя ставим в неконкурентную среду, что у нас цены растут, за границей, наоборот, цены на платное образование падают. Поверьте мне, за границей цены на платное образование в разы больше, чем в нашей стране. Проблема в том, что у нас 6 лет подряд падают реальные доходы населения. Откуда деньги на образование? Поэтому речь идет о престижности родителей, которые могут оплатить такое высокое образование. Это совсем другое. Таланты здесь уже малые значения. С другой стороны, эта же программа, она как раз про таланты. Это программа как раз для тех, кому, кто сам поступает, кому дают гранты, кто не сможет без этой программы сам поехать. А стартовое образование откуда? А стартовое образование все-таки у большинства оно бюджетное. То есть это вот наш стандартный бакалавриат. У меня еще был просто диплом по специальности. Советская система. Ну, не совсем советский, прямо скажем. Вот отсюда, конечно, еще один такой большой риск. Получается, что у нас бесплатное образование за счет государства получает бакалавр, потом государство еще оплачивает ему грант на обучение за границей, а потом он три года здесь отрабатывает и, например, все равно уезжает. Вот как с этим? Давайте говорить по фактам. Вот все моменты развития программы, ее проектирования, вот эти вопросы, что они уедут, они не вернутся и так далее, были, как вы можете понимать, возникали очень часто. И тогда мы говорили, что давайте не будем презумпцию виновности и нашу ментальность распространять на это поколение. Люди говорят, ну если бы мне дали этот грант и отправили бы, неужели бы я вернулся, говорили такое, говорили люди, которые занимают ответственные позиции. Но мы говорили в ответ, что не нужно свое распространять на то, как будут думать эти ребята. И факты подтверждают то, что еще ни один участник этой программы не покинул родину и не сделал выбор... А три года прошло уже? Нет, три года это возвращение. А когда вы закончили в 2014 году, а тем уже прошло. Первые выпуски были в 2014 году. Поэтому давайте по факту говорить, а не то, как мы бы думали об этом. Только два слова. Я абсолютно прав со своим коллегой в том, что произошел ментальный поворот. И вот молодое поколение, наши студенты, аспиранты, они не думают, как правило, в тех категориях уехать, не уехать. Простой пример. Онлайн-образование. Мы еще 10 лет назад помыслить об этом не могли, что в интернете можно получить лучшие курсы, лучших профессоров. И по большому счету, местонахождение человека в той или иной точке планеты не решает возможности ограничения его получения той или иной необходимой ему информации. И уверяю вас, онлайн-изация образования, она будет продвигаться вперед. То есть вы считаете, что сейчас вообще нет таких настроений, что люди получили грант, обучились где-то и хотят там остаться, жить и работать? Я не хочу сказать, что таких настроений нет. Я хочу сказать, что тренд, он меняется. Он меняется и зависит в том числе от того, если у человека все хорошо дома, он может получить информацию необходимую для него, находясь дома. Но передвигаться, двигаться, учиться в разных местах, мне кажется, необходимо для того, чтобы, по крайней мере, расширить свое мировоззрение и чтобы накопить тот интеллектуальный багаж, в том числе впечатлений, общений, студенческой жизни, наконец. Вот это очень важно. Спасибо. У нас короткое телефонное интервью. Давайте его послушаем буквально очень быстро. Девушка, которая действительно получила грант на образование в Эмиратах и хочет там остаться. Первое образование я получила в Москве. Я училась в МИФИ. А в 2014 году я выиграла грант на учебу в Абу-Даби. И я там училась в магистратуре. И впоследствии осталась еще на пару лет на работе по своей специальности. И училась я там на менеджмент в области возобновляемой энергетики. Поэтому, собственно, мой выбор пал на Арабские Эмираты. И впоследствии я хочу продолжить свое обучение за границей, уже в аспирантуре. И на данный момент я занимаюсь поиском программ. Хотелось бы именно за границей, так как стипендии в аспирантуре там все-таки намного выше. И мне кажется, возможности реализовать себя по специальности для технорей тоже намного больше, чем у нас пока. Так как у меня специальность инженера в сфере возобновляемой энергетики, то мне в России вряд ли получится что-то найти. Поэтому я планирую в дальнейшем уехать. Вот это очень важная тема. Стипендии. Вот разве можно сейчас прожить, Алексей, на стипендию, которую получает МИФИ, она сказала. Вот аспирант в МИФИ. А там совершенно другие стипендии для аспирантов. Я хочу сказать, что этот вопрос, он известен нам и понятен. Поэтому стипендии повышать нужно. И делать это необходимо. С этим никто не спорит. Но в то же время, имея опыт аспирантской жизни тоже за рубежом, я хочу сказать, там все, вопрос решался грантовым образом. Выиграл ты стипендию, ты получил грант, ты учишься дальше. Не выиграл, отдыхаешь какое-то время, ищешь новые возможности. То есть это опять-таки та же самая конкурентная среда. Здесь не должно быть иллюзий, что каждый аспирант на Западе получит большую стипендию и будет активно заниматься самопродвижением. Спасибо. Более того, я бы хотел сказать, что вот... Пожалуйста. Ну люди живут по-прежнему этими иллюзиями, что мне стоит выехать туда. Да? Запад меня ждет, не дождется. Да. Эти иллюзии, к сожалению, идут еще с советских времен. Я хочу вернуться, Алексей, к вашей фразе противоставлению восприятия советского периода нами, ну скажем так, свидетелями того периода и молодежью. Тут надо не к социологии обращаться, тут надо обращаться к психологам. Когда мы преодолеем эмоции, то есть наступит такой момент, когда мы современники, ну наверное... Ну так, лет 30 или 40 там назад. Мы будем в состоянии говорить о всех тех провалах, о всех тех переживаниях, которые свалились на голову бедолаги страны, которая называется Россия. И тогда можно будет спокойно обсуждать, что было хорошего, что было плохого. Тем не менее, мы сталкиваемся со страшными примерами, понимаете, когда, допустим, в России количество пилотов, уходящих из военной промышленности, из военного пилотирования... Да-да, из ОВС переходит в гражданской. Почему? Потому что им плохо платят, мало платят. А в гражданское направление попадают именно те, которые позарез необходимы нашей военной промышленности, нашему военному комплексу, нашему оборонному комплексу, в конце концов. Да, вот так вот получается. Закрыто из 11 существовавших летных школ, которые славились во весь мир, оставили только 4. А наш министр обороны, Шойгу, говорит о том, что мы преодолеем... Как он будет преодолевать это? Это тоже проблема образования. Понимаете? Онлайн, это, конечно, с точки зрения нового глобального общества, это здорово. Это дополнение. Нам будет не спутать. Пока действительно, это тоже капли моря, именно как дополнение. Да, Вячеслав? Очень интересный вопрос. Почему наша молодежь должна учиться за рубежом? Имеется в виду, что там лучший уровень образования. Учат люди. Какие люди? И почему они учат лучше, чем наши? Сплошь и рядом, я не сомневаюсь, учат наших наши же профессора, доценты, академики, которые были вынуждены фактически уехать в эмиграцию. Почему? Потому что уровень оплаты труда профессорского преподавательского состава за рубежом намного выше. То есть наша система образования не стимулирует поднятие интеллектуального и профессионального уровня наших преподавателей. Корень проблемы заключается в финансировании образования у нас, а не там. Именно поэтому где-то цифры разнятся, но примерно 80 тысяч научных работников сейчас трудятся за рубежом. И они не собираются возвращаться. Более того, возникает еще более любопытная проблема. Когда наши лучшие выпускники попадают не в ту же самую систему ВПК, где еще более-менее сохраняется то, что называется компетенция, а попадают в руки того же Боинга, например. То есть Боинг сейчас очень интенсивно эксплуатирует наши научно-технические кадры. Вот такие вот интересные вещи происходят. Знаете, Боинг уже эксплуатирует эти научно-технические кадры много лет. Более того, у Боинга один из самых больших подозделений R&D работает именно в Москве. Да, в Москве работают чуть не 4 тысячи инженеров. Российских инженеров трудятся на Боинге, находясь в России. Но в России. Они трудятся в России. И мы все летаем на Боингах с большим и меньшим успехом. И российские инженеры отвечают в том числе и за большую часть конструкции этих самых самолетов, на которых мы летаем. И я не считаю это плохим, на самом деле. Я считаю, что мы делаем вот в этой дискуссии... Почему они не работают на фирме Илюшина, Туполева, Яковлева и так далее? Вот что мне да, заключается. А начали с очень конкретного вопроса про конкретные семь сотен студентов, которые прошли обучение и вернулись в Россию. Мы, конечно, не этой программой, я повторюсь, мы не исправим и не решим все проблемы российского образования, не увеличим финансирование одномоментно и не сделаем всех счастливыми. Но если президент подписал указ о том, что вот эти ребята должны поехать, обучиться и вернуться обратно, значит, что-то он думал. Что каким-то образом это будет полезно в российской экономике. Сейчас со стороны директора по персоналу дала комментарий. Я 17 лет работала директором по персоналу. Вот, собственно говоря, и сейчас в том числе эти свои навыки профессиональные использую. Так вот, когда стоит задача резко нарастить квалификации, да, что мы можем делать? Мы можем либо купить специалистов, то есть позвать иностранных специалистов к нам на работу, но этим специалистам, естественно, нужно платить достаточно высокие заработные платы, ну и плюс там лояльности, конечно, будет уже невысока. Либо мы выращиваем своих, но на тех технологиях, которые доказали свою уже успешность. Я полностью согласна с вами про ВПК, про ряд инженерных направлений, где наша российская школа, она передавая. Но, наверное, мы даже не готовы экспортировать это стратегическое образование, потому что тут, на самом деле, есть стратегические приоритеты. Но, если мы говорим, например, о благосостоянии людей, да, вот мы, наверное, все согласимся с тем, да, что если мы опросим население, да, то качество, скажем так, сервисов, государственных услуг, ну, во многих развитых странах, оно на достаточно высоком уровне находится. Почему бы не импортировать эту технологию как раз путем обучения наших специалистов? Вот я как раз обучалась по направлению паблик-полиси, это государственное и муниципальное управление, вот, и там даются конкретные абсолютно технологии, как это организовано у них, и это абсолютно легко и быстро можно и нужно внедрять вот как раз для того, чтобы выполнять поручения президента. Спасибо, Даларис. Я не знаю, что думал президент, подписывая указ, но что думаю я, как мать, преподаватель и работодатель. Во-первых, мне нравится программа. Мне нравится программа. Алексей, у вас есть ли там какие-то пути для дизайнеров компьютерных игр? Я вам дочку свою бы направила с радостью бы, и я надеюсь, что она вернется, до нее выбора не будет. Но мне кажется, это прекрасный пример социальной инженерии. Отобраны дети, студенты, четкая целевая аудитория с установкой вернутся. То есть это не те, кто уедет, а с установкой вернутся. Четкая целевая аудитория, сколько их там сот человек. Они помещаются в другую среду, даже если там наши преподаватели. Но кросс-культурная, межуниверситетская среда, она повышает адаптивные свойства человека, я как сцол говорю. И в высококонцентрированной, смешанной среде человек начинает мощно развиваться. Он развивается, потом вы имплантируете его, удачно ли неудачно, в систему. И это прекрасный пример социальной инженерии. Вы социальные инженеры 80-го уровня. Самое главное здесь... Я не могу бояться, это комплимент или нет? Когда я была на стажировке хоть три недели, но на американщине, я вернулась, и у меня была установка поделиться знаниями. И я надеялась, что люди возьмут эти знания. И мое пребывание трехнедельно для компании очень мощно продвинуло нас с точки зрения стратегии производства. Но я знаю, что бывают случаи, когда люди приезжают и не в состоянии отдать, а люди не в состоянии принять. То есть проблема с точки зрения выстраивания процессов. Их нужно изначально настраивать на то, что они послы России, посланники, амбассадоры. И они вернутся, и будут дальше высококонцентрированную среду вокруг себя создавать, и вокруг все должно двигаться. Поэтому это, конечно, мощная миссия. Я желаю вам удачи. Ален, вы ощущаете себя амбассадором? Я амбассадором России себя ощущала и когда работала в Казахстане, и когда училась в Англии. Более того, знаете, вот хотела, наверное, фишкой такой поделиться. Когда мы готовились уже к экзаменам, у нас был такой замечательный предмет количественные методы в социологии. Это достаточно сложно. Это математическая статистика, много формул, специальное программное обеспечение. И вот нам как-то, россиянам, это все легко давалось. А вот не всем коллегам это давалось так легко. И у нас же есть такая, наверное, традиция со школ собираться перед экзаменами и готовиться вместе. И мы эту же традицию буквально в Британии повторили. К нам британцы буквально скучковались. Они были безумно счастливы. И через такие вроде как мелочи мы в том числе являемся послами нашей российской культуры. И, кстати говоря, в Британии очень-очень большой популярностью пользуются курсы русского языка. Курсы русского языка? Да. Коллеги, об этом мы ведь и говорили. О том, что наши отправляются за рубеж с определенным положительным зарядом, рассказывая о нашей стране. К нам приезжают студенты. Они уедут от нас. По большей части друзьями или, по крайней мере, людьми, которые положительно настроены к России. И этот процесс обоюден. То есть мы должны рассматривать его как улицу с двусторонним движением. Это, безусловно, да. Вот вы знаете его? Да, Вячеслав. Вопрос еще отбора людей, которые едут на учебу. Вот сказано было, что, например, инженер по инженерным специальностям. Замечательно. Из-за этих вот четырех основных направлений я беру инженерный, потому что именно это определяет научно-технический прогресс и прогресс страны вообще. Инженерные специальности. Кто будет отбирать вот этих самых молодых людей и на какие специальности направлять? Это очень важный вопрос. Почему? Потому что уровень компетентности в государственном управлении на самом высоком уровне, так сказать, он сейчас упал ниже плинтуса. Приведу конкретный пример. Кто владеет у нас сейчас управляет, так сказать, промышленностью? Министерство промышленности и торговли. Я, будучи депутатом Государственной Думы, членом Комитета по обороне, проводил слушания, я сам их организовал, так сказать, по состоянию авиационной промышленности. Пришли ведущие конструктора, инженеры, летчики-испытатели и так далее. Я попросил, чтобы Минпромторг прислал кого-то представителя авиационного департамента Минпромторга. Пришла симпатичная женщина, так сказать. Я вижу, что в середине дискуссии она очень мучается. У нее два листочка бумаги в руке, так сказать, и она явно страдает. Потом выясняется, что заместитель директора департамента авиационной промышленности Минпромторга, бухгалтер по образованию, из 36 человек, которые работают в этом департаменте, а раньше Минавиапром, был тысяча человек. Ни одного специалиста. Кто будет отбирать нашу молодежь для того, чтобы учиться по инженерным специальностям? То есть уровень управления, государственного управления, в том числе и прежде всего, по техническим, естественно, научным специальностям упал очень низко. Мы сейчас даже не способны зачастую сформулировать потребности нашей экономики. Короткий ответ сразу, пока не все свежо. Кто будет отбирать? Я точно не помню формулировку названия указа президента, но там есть ключевая фраза. Социальной поддержки граждан, самостоятельно поступивших на программы обучения, то есть отбирают их, все хуже. Но это же человек сдает экзамены, фактически это естественный отбор, так сказать. Никакой государственной политики, значит, нет. Те же самые китайцы. Я абсолютно уверен, что они поддерживают вот такие, так сказать, self-made, или как это по-русски, так сказать, самодеятельные упражнения. А вы тоже как раз англицизмами говорите. Ужасно. Но я бывший главный профессиональный переводчик, поэтому у меня вырывается все вот это вот. То есть это должен быть направленный, управляемый процесс. Если мы платим деньги, мы должны получить отдачу. Значит, мы должны четко сформулировать, подо что мы финансируем обучение этих людей. А не просто им понравилось, он выиграл тендер, так сказать, поехал, вернулся и попал работать на Боинг. В этом конкретном случае есть там 550 компаний, партнеров, которые участвуют в этой программе, да, и которые обязуются, я так понимаю, предоставить рабочие места. Обязуются. Все берут, когда молодой человек приходит на работу, и спрашивают, у тебя два года есть стажа? Нет двух лет стажа? Свободен. Кто-то там биться будет? Я прошусь. На самом деле, я очень активно общаюсь с рядом выпускников, и за них буквально конкурируют. Потому что, на самом деле, когда работодатель видит вот такого молодого специалиста, который, во-первых, с опытом проживания в России, потом с опытом проживания, многие, кстати, подрабатывают за рубежом, потому что, когда ты получаешь учебную визу, 20 часов в неделю ты можешь работать. И, безусловно, практические работы в образовании и в зарубежном, они именно на практике, ну, на практике в действующих организациях. Поэтому вопросов невозможности трудоустройства нет точного. Я бы сказала, существует очень большая конкуренция за этих специалистов, и, к сожалению, мы пока еще не можем удовлетворить спрос вот всех тех организаций, которые в листе работодателей есть по этой программе. Причем опасения были. Вот схожие опасения, когда ребята уезжали, отправляли их, да, что не будет вот этого, этой связи между работодателями и выпускниками, что они будут невостребованы, что мы не готовы их принять, что они падут жертвой, значит, нашей культуры и все, что их там, значит, в пучино сия наших советских, еще таких вот старорежимных предприятий, что ли, их таких умных молодых, обучившихся в Великобритании, но этого не случилось. Ну, Алексей, видимо, у молодых тоже были опасения, потому что в начале программы это был большой недобор. То, да, я так понимаю, несмотря на такие выгодные условия, правильно я понимаю? Нет, недоборов в программу никогда не было. Был период первоначальной раскачки к любой программе, когда объявляется некий конкурс, да, идет серьезный отбор. И, вы знаете, были проблемы не то что опасений, а незнание, может быть, где-то боязни, да, как это вот, люди должны были понять, что значит уехать, потом нужно три года вернуться, отработать. Многих была проблема, самая большая проблема, кстати говоря, это не боязнь уехать, это не опасение того, что их оштрафуют или они не найдут работу. А то, что грант в рублях выдается? Нет, просто ребята не могли поступить, потому что не знали английского языка. В достаточном объеме, необходимом для поступления в иностранные вузы. Мы думали долго, почему идет медленно процесс раскачки, а потому что останавливал английский язык. То есть гуманитарии, те самые юристы, экономисты, они прекрасно знают английский язык, они успешно учатся, ездят, а инженеры, технари, медики и так далее, с английским плохо. И это большой барьер. Вот мы говорили про русский язык, это очень важно. Но также важно снимать барьеры, потому что язык науки сегодня английский. Как ни крути, не только для нас, для всего мира язык науки английский. И русский тоже. В России, да. Международный язык, лингва франка, это английский язык. Он все больше китайским становится. А давайте все-таки обратимся к социологии, к статистике немножко посмотрим. У нас есть график интересный. Был проведен опрос, почему российские IT-специалисты хотят работать за рубежом. Ну и действительно, вот самый популярный ответ, это интересно поработать в другой стране, в международном коллективе. Более высокая зарплата, 73%, больше карьерных возможностей, 60%. Легче найти работу, вот такой ответ всего 3%. То есть, в принципе, наши специалисты отдают себе отчет, что, в общем, за рубежом тоже достаточно трудно найти работу. Вот как вы можете прокомментировать такие результаты, Лариса? Ну, мой комментарий, ключевое слово айтишники, потому что все-таки IT-бизнес, это абсолютно глобальный бизнес, он не может развиваться вне международных команд. Я права? Абсолютно. Вот поэтому для человека нашего, студента, выпускника поработать там, это, естественно, он сразу же выйдет на высокий уровень, коллаборации, общение, то есть это очень важно. Естественно, зарплаты выше, айтишников и так они неплохие, я так знаю, но там, естественно, выше. Но могу здесь... Айтишники, что такое? Извиняюсь за неграмотность. Коллаборация, это сотрудничество. Айтишники, ну, специалисты в области компьютерных технологий. Компьютерщики. Компьютерщики. Программисты. Выражаясь простым русским языком. Information coders, правильно? Information technology, да. Я уже забыла вопрос. Ну, я уже про комментировать. Да, да, конечно, да. Вопрос, комментарий действительно о том, что вот всего 3% людей считают, что легко найти работу на Западе, да даже там обучившись. Да. Как вы считаете? Ну, так и есть, потому что, на самом деле, все-таки даже когда ты обучился в Британии, в Австралии, программа глобального образования, она абсолютно на, ну, огромное количество стран, там единственное, что список университетов, он должен быть на самом деле топовый. То есть точно туда попали те университеты, которые дают абсолютно проверенный, высокий уровень качества образования. Но через год обучения вряд ли любой может похвастаться о том, что его английский стал абсолютно идеальным, это раз. Второе, для того, чтобы устроиться на работу, нужно понимать, что твои социальные связи, они абсолютно тоже развиты, да, и тут вот нам тоже и социологи, и наши родители, которые остаются в стране, приходят на помощь. То есть на самом деле, я бы сказала, что абсолютно по естественным причинам вот таких студентов, их тянет обратно на родину. Кроме того, сейчас, ну, вот по моим ощущениям, растут патриотические настроения, и я вот это ощущаю вот среди вот тех людей, с которыми общаюсь, и более молодых, и чуть менее молодых, у всех реально есть внутренний запрос на то, чтобы улучшить жизнь в нашей стране. И вот этому запросу, вот эта программа, она полностью отвечает. Россия страна возможностей, и Россия предоставляет замечательную возможность для того, чтобы обучиться и улучшить жизнь в своей стране. Да, Ольга, вы согласны? Запрос на патриотизм компенсирует разницу в зарплатах? Знаете, в немецком языке есть очень хороший ответ на поставленный вопрос. Яин. И да, и нет. Дело в том, что я целиком и полностью поддерживаю ваш энтузиазм. Когда мы вернулись из вынужденной эмиграции, в смысле, когда нас выбросили из Советского Союза в 78-м году, мы вернулись в 99-й год, мы вернулись именно по соображениям патриотизма. Мы вернулись именно потому, что нашей стране стало плохо, и мой муж, отказавшись от Нобелевской премии, вернулся в Россию, чтобы поддержать страну, находившуюся в страшно тяжелом, раздрызганном, каком угодно состоянии. Он бывший пилот самолет-штурмовика Л-2, на всякий случай, 39 боевых вылетов. Кстати, да. И это, безусловно, так. Я знаю участие, допустим, белой эмиграции, как она поддерживала наши войска и вообще нашу страну во время Второй мировой войны. Это было, безусловно, так. Я знаю настроение, но 21 год жизни это достаточно, чтобы, так сказать, на пульс проверять настроение у русских людей, проживающих временно, вынужденно или как угодно за границей. Да, слово «Родина», слово «понятие патриотизм», они очень многоемкие. Это не только березка, и гриб растущий под нею. И вот когда хочется, в какой-то момент, в момент присыщения, сытости, довольства, я говорю, те же самые высокооплачиваемые специалисты из Кремниевой долины, они возвращаются сюда. Не потому, что им здесь заплатят больше. Значит, есть что-то другое, на что очень хочется рассчитывать. А по поводу программы, у меня такое ощущение, что мы немножечко забегаем вперед. Вы знаете, в маркетинге есть такое понятие. Бывает, создается реклама, которая опережает продукт. Мы, кажется, рановато говорим и подводим итоги под эту программу. Спасибо, господа. К сожалению, вот остается время на самый последний вопрос. Алексей, ну вот резюмируйте, пожалуйста. Вот все-таки, что нужно делать нашему государству, чтобы наши специалисты, квалифицированные кадры, не уезжали, а хотели, и все силами хотели остаться и работать здесь у нас в России, развивать российскую науку? Рецепт, на мой взгляд, очень простой. Во-первых, это условия жизни и работы. Второе, это интерес к получению новых знаний. И вот здесь мне хотелось бы обратить внимание на такой вопрос. Это человеческий фактор. Люди сами выберут те профессии, которые будут названы профессиями будущего. Потому что люди заглядывают вперед. Они свою жизнь прогнозируют. И государство должно прислушиваться вот к этим настроениям людей. Спасибо. Ну что ж, сегодня говорили о том, что нужно делать, чтобы наши российские специалисты, умы, оставались у нас на родине и развивали отечественную науку. А правда всегда только на общественном телевидении России. Спасибо, что смотрите нас. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok